что ребята вот я опять в полях на работе прошла у нас gpt party вечеринка я был там звукорежиссером значит мы уже видели значит мы там делали звук делали музыкальное оформление я отвечал за микрофон и все что происходит на сцене вот собственно говоря это именно то чем я занимался до этого долгие годы вот но это было все таки больше не основная какая-то работа так скажем такое знаете хобби или может рассказать подработка вот ставьте лайки пишите комментарии на воскресном стриме обязательно расскажу ну что там происходило вот так что подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии вот ну а мы едем дальше с вами я сейчас сделал уже с утра два заказа ничего не снимал вот на самом деле чтобы снимать youtube-блог когда тоже знаете нужно быть в потоке нужно быть все время нужно все время помнить что-то уже рассказывал что-то не рассказывал соответственно либо ты с камеры должен просто 360 20 точнее 27 24 на 7 постоянно быть с камерой постоянно ну как бы давать информацию потому что только стоит тебе там два дня или да там три дня или неделю не что-то не поснимать ты уже выходишь из потока ты уже вообще не понимаешь что ты говорил что-то не говорил вот и плюс выпуски они еще тоже выходят задержкой и иногда уже столько много событий прошло а выпуск только там трехнедельной давности вышел поэтому то тоже такая вот история интересная вот ну ладно не знаю когда выйдет данное видео как вы мне сейчас видите anyway я сейчас еду куда я еду то сейчас господи сейчас у меня ждут все расписание так я сейчас камбале вот нажимаю холлского про город белмонт ого вот белмонт потом портовали потом фримонт потом ливермонт ничего себе расписанец у меня не хилая вот ну ладно какое какое есть поехали в белмонт сейчас клиентка была я сижу там рассказываю рассказываю все так и смотрит если они ничего не понимаю давай так куда я зашел сейчас я зашел гитар-центр вот тут много гитар разных вот зачем я сюда зашел то есть вы знаете да что мы проводим разные мероприятия дискотеки вечеринки караоке-пати и так далее вот ей собственно говоря мне тут нужно посмотреть кое-что из светового прибора смотрите барабаны всякие колонки так какие световые прибора нот например да вот видите вот этот прибор называется солнышко вот нужно похоже на солнышко вот он так мигает делать такие узорчики вот но мне сейчас хотелось бы посмотреть струбоскоп так вот это что такое у нас просто какая-то галогенка мне нужен струбоскоп и мне нужен еще контроллер вот это вот неплохо кстати контроллеру видите тут нажимаешь на эту кнопочку например вот здесь вот там и у тебя ну струбоскоп так дайте такой пам-пам-пам-пам если нажимаешь кнопочку blackout то есть вообще полная полная этот как будет все выключено пол он это все включено и вот нажимаю вот как бы на эти кнопочки да ты можешь создавать хорошие то есть диджей который за звук отвечает а есть человек который за свет отвечает и делает с помощью света вот вот какая-то тут установка есть не знаю делать у нас трубоскоп или нет наверное нет вот ладно давайте я сейчас тут немного по шаманю посмотрю может еще он честному так смотрите там компрессоре сидят тараканы да hi you have inside вот тут было все в тараканах видите сколько тут тикали там тоже все в тараканах тут только что не разбежались вот я боюсь мне в сумку какой-то таракан залез сюда и под это под ничью еще не бежали ребят был холодильник это просто жесть я открывал заднюю крышку там все просто загажено тараканами открывая тараканы там где борт тараканы там где вот этот вот крышечка от компрессора в общем везде тараканы один таракан побежал и чуть ли не заполз мне в сумку я блин переживал что он сейчас в сумку залезет и у меня в машине будет куча тараканов из-за этого очень ну жесть конечно конкретная напишите в комментариях было у вас такое у меня давненько такого не было чтобы прям было куча тараканов только сам начале моей карьеры техникам я помню что добыли такие моменты но вот сейчас вот наверное третий момент за всю историю когда такое большое количество тараканов просто жесть напишите комментариях вас были такие случаи что у вас вообще происходило какая же есть тараканы мыши крысы может еще что-то происходило напишите очень интересно будет почитать тем временем я идущий на один заказ смотри драйвер чиню драйвер так наш полинел надвер пули поменял это колесико было это колесико сложно разобрать вот взял кучу ключей вот все-таки разобрал болт оторванный разорванный нужно болт вообще продолжать чинить так ну что пришли вот тут линокс значит смотрите вот поставили перемычку на фен а фен не работает соответственно у этого фена не копать а у него инвертор он там и сломался либо вот этот инвертор либо вот этот майн пауэрборд предполагаю что все-таки инвертор сломан печально ну все тут диагностика закончена возьмем модель все сфоткаем здесь короче делаем побольше фоток все собираемся так лишь ваша жалоба на то что цикл никогда не останавливается и вода типа не горячая вот такие вот жалобы клиента да когда то всем привет после ремонтов мы оказались с вами очень крутой студии находимся мы с они были посмотрите как тут прикольно и я вам хочу сказать вы же знаете да у я запустил наставничество и мы с ребятами прокачиваемся в бизнесе развиваемся вот я как раз сейчас познакомился с ребятами и частных хочу вам вас познакомить вот олесе олесе неж нет есть очень прикольная игра которая называется бизнес менталитет вот я сейчас хочу в нее сыграть вот а как мне это получится я вам расскажу обязательно чуть попозже когда мы начинаем с того что мы определяемся с запросом то есть в вашем направлении по бизнесу или идея новая может быть которые вы хотели бы монетизировать нужно определиться запросами запрос не получается вы можете даже вплоть до того что там хочу денег или что мне мешает зарабатывать больше то есть любой финансовый запрос который принесет вам больше день я хочу понять как вылезти из кассового разрыва хочу делать 6 вау это прикольно и так сейчас мы пробуем играть пока еще ничего не понятно неизвестно но сейчас посмотрите на получение большого количества инсайтов и главное заряда энергии и мотивации чтобы все осуществить жизнь легко чеки его начинать 1 2 3 4 запуск бизнеса бери карточку и запуска бизнеса запуск бизнеса выбираешь любую карточку как мы заработали 6000 мы успеваем на третий уровень где уже добавлять инвестиций и масштабирование и так ребят поиграл я сейчас в игру настольную до сушки ну какие впечатления что я хотел бы сказать прикольно прикольно потому что в этой игре действительно знаете во первых что мне понравилось не понравилось то что там есть разделы в этой игре эти все разделы но очень сильно связано с реальным бизнесом анализ конкурентов анализ рынка целевая аудитория а там эти технологии в общем ну действительно вот игра сделана не просто человеком до игроком а бизнесменом и вопросы которые там заложено в этой игре действительно ну как бы я не знаю действительно помогает тебе прочитав этот вопрос ты задумываешься как бы ты его решил то есть ты уже своей голове проигрываешь всю ту историю который случается у тебя в бизнесе и ты делаешь это во время игры то есть ты во время игры проиграл и когда ты уже встречаешься с какими-то реальными сложностями в бизнесе то тебе уже проще будет понять что ты можешь встретить своем бизнесе какие сложности и эта игра реально отражение зеркальное все истории которые у нас происходят в бизнесе вот жалко что я поиграл не так уж и много я там дошел только до какого-то второго уровня 60 тысяч долларов и там уже на втором уровне другие карточки другие вопросы но в целом это прикольно ребят да вот такие игры и создатели таких игр и вообще но я не знаю эта игра как бы похоже на какие-то другие игры или нет но вот принципе такого стиля игры они действуют игры они очень полезны и помогают даже уже предпринимателям которые уже там с опытом да вот я считаю себя предпринимательный с большим городом опытом на американском рынке мне очень как бы помогла эта игра как-то раскрыться ответить на какие-то вопросы получить какие-то новые знания вот конечно я пользовался чатом g5 потому что там не попался такой вопрос 7 7 как-то называется я даже не знаю что это мне пришлось как бы в чате g5 гуглить а что это такое вот но такая вот прикольная история ребята если вам нравится ставьте лайки вот был я сейчас в силиконовой долине да и вот как раз таки с ребятами познакомились провели небольшой networking вот я рассказал немного о своей компании рассказал чем я занимаюсь вот тоже ребятам было очень интересно послушал других ребят вот в общем вот такая вот история друзья не забывайте подписываться на канал ставьте лайки пишите комментарии вот и развивайтесь развивайтесь вместе со мной с нашим каналом и вообще по жизни подписываться на канал украины Продолжение следует...